В самом разгаре весенние каникулы и не за горами летние. Чтобы как-то отвлечь детей от школьных будней, родители стараются организовать поездки в различные города, а иногда и регионы. О том, какие правила необходимо соблюдать, нам сообщил инспектор ДПС Максим Стецун. Самое первое, что вы должны сделать, это заключить договор фрахтования с перевозчиком. То есть не просто прийти на автовокзал и посадить группу детей в автобус, а должен быть конкретный договор с конкретной фирмой. У этой фирмы должен быть специализированный автобус. Что такое специализированный? Это установленная система ГЛОНАСС, спутникового наблюдения. Должен быть правильно подготовленный водительский состав, либо один водитель, либо два водителя, смотря какой маршрут движения. Ответственным необходимо заключить договор за два дня до поездки. Затем составить список детей и телефонные номера родителей. Что же касается сопровождающих, то их должно быть столько, сколько дверей в автобусе. Составляется график маршрута, где указываются остановки, время приема пищи, время заправки топливом, транспортного средства. Следующая бумага готовится о сведениях о водителях. Водители, значит, у нас должны допускаться к перевозке групп детей организованных, которые имеют стаж работы по категории D, то есть автобусы, не менее одного года за последние три года. Согласно законодательству, необходимо список пищевых продуктов, который зависит от длительности поездки. Если путешествие запланировано более чем на 12 часов, в сопровождающую группу необходимо включить медицинского работника. После сбора всей информации в управление ГИБДД передается уведомление и все сопутствующие документы для проверки. Вот когда подается уведомление, там уже все водители обычно приносят, сам водитель сюда документы, привозят, прибывают на транспортном средстве, в котором будет участвовать в перевозке детей. Это все в течение двух дней. Автобус осматривается сотрудником ГИБДД, обычно это инспектор по технадзору. Если есть какие-то незначительные замечания, они устраняются на месте. Либо автобус, если неисправен, значит отказ в поездке. И помните, угрозу жизни детей при перевозках можно предотвратить, если отнестись к этому ответственно. Ивана Пажельцева, Юрий Друзякин, Азов.Инфо